Колоректальный рак является одним из наиболее распространённых онкологических заболеваний. Статистические данные свидетельствуют о том, что из года в год отмечается неуклонный рост данной патологии. В общей структуре злокачественных опухолей колоректальный рак выходит на первое место. В структуре смертности занимает одну из лидирующих позиций как у мужчин, так и у женщин. Важная клиническая проблема является как первичное углубление рака прямой кишки на ранних стадиях, так и диагностика его рецидивов после выполнения хирургических операций. Широко используемые в клинической практике рутинные методы исследования имеют свои ограничения и зачастую не позволяют достоверно судить о распространённости опухолевого процесса. Достоверная оценка степени распространения заболевания при раке прямой кишки с использованием всему комплекса клиника лучевых методов исследования необходимы для оптимизации тактики лечения данных больных. Основной причиной неудач при лечении являются рецидивы, частота которых после хирургического лечения колеблется от 20 до 40% и возникают в ближайшие годы. Пятилетняя выживаемость после повторной операции у больных с резектабельным рецидивом рака прямой кишки колеблется в пределах 35%. У больных с нерезектабельным раком прямой кишки медиана выживаемости составляет 12-14 месяцев. Если пациенты вообще не получали никакого лечения, то медиана выживаемости составляет 8 месяцев. Причина низкой эффективности лечения больных с рецидивом рака прямой кишки относится к позднюю диагностику, что и определяет низкую эффективность лечения. Несвоевременное начало лечения значительная часть опухолей выявляют в неаккурабельном состоянии, поэтому 90% пациентов умирают от рецидива заболевания. По данным литературы скрытый период может продолжаться до 15 месяцев. В дальнейшем появляются многообразия клинических симптомов. В первую очередь это патологические выделения в калии, это кровь, слизь. Также расстройство функции кишечника, болевые ощущения в прямой кишке, коэсцентность у живота, расстройство общего порядка. Из 100 выявленных больных раком прямой кишки около 70 умирает уже на первом году с момента установления диагноза. Целью нашего исследования было оценить возможность использования гидрогелевых материалов в качестве сопровождающей терапии при комбинированном химио-лучевом лечении. В работу были включены результаты обследования лечения 60 пациентов с диагнозом рецидива ракомпионной кишки. На данной таблице представлено распределение пациентов. Из 60 пациентов 10 было выполнено брюшно-промежностная экстрепация, 38 была проведена передняя резекция и 12 операция Гартмана. Хотелось бы отметить, что на сегодня операция Гартмана выполняется не в профильных учреждениях и, как правило, эта операция выполняется по экстренным показаниям. У 70% больных отмечались боли в области ануса и в малом тазу, 40% имели кровенистые выделения из прямой кишки. У 85% при фиброколмоскопии, при реакторомоноскопии отмечались приемки воспаления отека слизистой прямой кишки. Средний возраст пациентов составил 60 лет, соотношение мужчин и женщин один к одному. Гистологически была верифицирована в 95% аденокарцинома, разности и передифференцировки. Срок развития рецидивов после оперативного лечения в среднем составил 20 месяцев. Наличие рецидивов подтверждалось рентгенологическими методами исследования. Пациенты были разделены на три группы. В первую группу контроля входили пациенты, которые получали лучевую терапию в режиме среднего фракционирования до суммарной чабовой дозы 42 ГРЭ, что эквивалентно 51 ГРЭ. Во второй группе были пациенты, которые получали лучевую терапию в режиме динамического фракционирования до суммарной очаговой дозы эквивалентной 51 грей. И в третью группу включались пациенты, которые также получали лучевую терапию в режиме динамического фракционирования до суммарной очаговой дозы эквивалентной 56 грей. В качестве радиомодификации во всех трех группах использовали капицитабин в дозе 2000 мг в течение первых двух недель лучевой терапии. В первой и второй группах для профилактики применяли различные формы гидрогельных материалов колитекс. Всем пациентам ректально или вагинально вводился колитекс-гель с диринатом на основе альгината натрия. Пациентам с жалобами на кровенистые выделения ректально вводился гемостатический колитекс-гель а также при наличии жалоб на боли ректально вводили колитекс-гель на основе дирината и лидокаина. В третьей группе больных в ходе лучевой терапии ректально вводили колитекс-гель с инкорпорированными наночастицами серебра с позиции до 6-8 часов, два раза в сутки, утром и за час до сна. В первой группе лучевой рептид был отмечен у 15 пациентов, во второй и в третьей лучевой рептид был меньше. Отмечался вагинит, лучевой эпителит. В первой группе, если говорить по синдромам, снижение болевой синдрома, было отмечено, что в третьей группе с использованием колитекс-гель с серебром на второй-третий день уменьшался. Оценку степени болевого синдрома мы проводили по аналоговой шкале боли, также уменьшались коленистые выделения и признаки воспаления и уменьшения дискомфорта. В первой группе у одного пациента удалось получить полный регресс, частичный регресс был у 15 пациентов, стабилизация была отмечена у 3%, у одного пациента было отмечено прогрессирование заболевания. Во второй и в третьей группе результаты, конечно, лучше, нежели в первой. В заключение хотелось бы отметить, что использование высоко структурированных материалов при агрессивной химио-лучевой терапии обеспечило усиление степени резервции опухоли, снижение общей токсичности лечения. Побычные реакции, в том числе аллергические, мы не отмечали. Комбинированное лечение больных было проведено всем больным в полном объеме при приемлемом уровне токсичности. Использование гидрогелевых материалов на основе альгината натрия с инкорпорированными в него лекарственными препаратами позволило снижить нежелательные проявления в виде боли и кровотечения, а также осуществить лечение пациентам с жалобами на кровинистые выделения и предотвратить местные реакции слизистой прямой кишки и угадающие при проведении коформы лучевой терапии. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Продолжение следует...